Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте занять время на скучную хирургию. В отношении саркома уже многое сказал Юрий Игоревич. Естественно, излюбленной локализацией являются конечности, как правило, нижние конечности, и значительно реже в области головы и шеи, и в туловище-запрешенном пространстве. Характеристикой заболевания является огромное количество гистологических подтипов, упорное рецидивирование и течение заболевания в зависимости как от подтипа, так и степени злокачественности и, как правило, гематогенометастазирования. Известный многим слайд, естественно, это 1% от всех опухолей, если говорить о саркомах мягких тканей, но включает в себя больше 100 подтипов, и течение заболевания обусловлено также подтипом этой опухоли. Метастазирование, конечно, чаще всего проходит по гематогенному типу. Лимфатические узлы поражаются реже, чем 10%. Есть даже мнемоническое правило, очень удобное. СКЕР, синвиальная саркома, светлоклеточная саркома, ангио, рабдо, эпителиальные саркомы. Те подтипы, которые могут поражать лимфатические узлы, удобно запомнить и держать в голове, когда мы проводим наблюдение за пациентом. Какое же место хирурга в лечении сарком мягких тканей? Первое – это биопсия, и биопсия обязательно во всех случаях для установки рабочего диагноза. И проводиться биопсия должна опытным хирургам или специалистам лучевой диагностики в зависимости от регламента учреждения при использовании различных видов навигации. И есть даже, опять-таки, за рубежом мнение, то, что если в России чаще всего биопсию проводят ординаторы или молодые врачи, то все-таки старший должен проводить биопсию, потому что от того, как будет выполнена биопсия, будут зависеть естественные лечения. Поэтому пропирировать может каждый интерн, но биопсию должен выполнять старше. Есть такое правило. И планирование биопсии должно производиться с учетом предполагаемой резекции, именно поэтому должен выполнять опытный хирург биопсию, потому что следующий этап будет зависеть, опять-таки, от биопсии. При неинформативной первичной биопсии показана повторная биопсия, пока мы не получим достаточного материала для того, чтобы отправить его к опытному морфологу. Биопсия подразумевает то, что этот материал будет отправлен именно данному специалисту высокого класса, потому что в противном случае эта биопсия будет лишена смысла. Мы не поставим ни по тип, ни даже предположение о том, какой опухоли идет речь. И почему так сложна биопсия? Вот, например, Н-блок, выполненная резекция, и если мы рассечем этот препарат, то мы увидим различные зоны. Это абсолютно гетерогенная опухоль. Если мы увидим эти зоны после окрашивания гемотоксидином и азином, мы видим совершенно различную клеточную структуру. Анна Сергеевна, простите, если я скажу что-то не то, но, насколько я понимаю, здесь довольно много липоцитов, здесь липоциты-липобласты какие-то, здесь уже какое-то веретено и так далее. Я специально поставил такое увеличение, чтобы не было видно, но видно то, что совершенно различный материал в различных участках опухоли. Естественно, выполнить биопсию нужно грамотно для того, чтобы поставить диагноз, потому что, выполнив чистый, неизмененный жир, мы получим вообще высокодифференцированную липосаркому или просто атипичную липоматозную опухоль или вообще липому. И, естественно, мы выполним неадекватное лечение. Если говорить, опять-таки, о тактике, где же хирургия, если мы обратимся к рекомендациям Национального противоракового кинитета США, если мы говорим о первой стадии, первый этап после биопсии – это удаление новообразования, то есть хирургия – первый этап. Вторая и третья стадия, опять-таки, если мы подразумеваем после удаления удовлетворительный функциональный результат, хирургия является первым этапом, дополненная адъювантной или неодъювантной терапией для того, чтобы достичь удовлетворительного функционального результата, естественно, при радикальном удалении опухоли. При невозможности выполнения операции с удовлетворительным функциональным результатом и нерезиктабельной опухоли, естественно, мы прибегаем уже к хирургии только в рамках какой-то колечащей операции или регионарной терапии, в частности регионарной перфузии, или же мы прибегаем к неодювантным методам для того, чтобы эту опухоль превратить в более-менее резиктабельную или достичь более лучших, более высоких показателей функциональных результатов. И дальше уже будем лечить, как мы лечили, получается, что мы проведем так называемый даунстейнджинг, что позволит нам выполнить адекватную операцию. При четвертой стадии тоже хирурги не стоит забывать, потому что здесь она уже носит, естественно, более палеотивные опции, различные абляционные процедуры, циторедукции. Ну и как и при местно распространенном процессе, опять-таки, изолированная перфузия, и изолированные методы воздействия на конечность имеют свое место. Если мы говорим о забышенных опухолях, опять-таки, при резиктабельной опухоли мы все равно прибегаем к хирургическому пособию. Опять-таки, после биопсии, и в зависимости от того, насколько она резиктабельна, и какой функциональный результат, насколько калечащей будет операция. Какие же принципы? Принципы стандартные, они практически не меняются. Единственное, что, естественно, идет переход к органосохраняющим операциям. Уполнение радикального оперативного пособия. Чистый край резекции. И объем удаляемых тканей при радикальной резекции, при радикальном удалении, он индивидуален. Нету критериев сантиметровых, дециметровых, которые бы позволят сказать, что удаляем с отступом 5 сантиметров, и все подряд. Мы, естественно, индивидуально рассматриваем каждый случай в зависимости от критических окружающих структур. По возможности, если это возможно, выполнить было бы идеально, выполнительный блок резекции с биопсийным каналом. Опять-таки, возвращаясь к вопросу биопсии, от биопсии зависит очень много. И анатомические резекции, так называемые компартментные резекции, не являются золотым стандартом в настоящее время. Об этом остановлюсь немножко попозже. Металлические клипсы для того, чтобы помочь радиологам при дальнейшем планировании лучевой терапии. И также мы должны учитывать, куда мы ставим дренаж после удаления опухоли, не создавая дополнительных контрапертур вне первичного футляра, помня о том, что у нас может возникнуть ситуация с локальным рецидивом, и нам потребуется дальнейшая резекция. К резекции опухоли, эти правила были сформированы еще в 80-х годах одним из отцов хирургии сарком, это энекинг, и выделяют 4 типа, 4 края резекции, так скажем. Если мы говорим о нерадикальной операции, то она, соответственно, циторедуктивная операция в рамках опухоли и ее реактивной зоны. Краевое сечение это уже является удаление радикальное, то есть у нас будет свободный край, чистый край резекции, там не будет опухолевых клеток. Широкое сечение в рамках данного компартмента там пересекаются здоровые ткани и футлярно-фасциальные сечения, когда мы удаляем полностью футляр, в котором данная опухоль локализуется. Все это будет радикальное удаление. Почему мы должны подходить индивидуально? Данная распространенная опухоль у нас расположена, она прилегает как кости, так и к сосудам. Наверное, раньше бы прибегли в данном случае к ампутации, но почему бы и нет, с учетом, что мы можем здесь эту опухоль резецировать в рамках краевой резекции, мы можем сохранить сосуды, они подвижны, они не в мурованную опухоль. В данном случае можно снять, если говорить о кости, снять надкосницу и удалить это на образование. В данном случае опять-таки это получилось краевое сечение, где-то широкое, где-то краевое, но оно было радикальным. То есть мы подходим к каждой резекции индивидуально. Иногда мы сдержаны, конечно, анатомическими структурами, как в данном случае в опухоль мурованная, магистральные сосуды, в данном случае это сигнальная саркома подколенной области и после мобилизации препарата это была экстраартикулярная резекция, нам пришлось резецировать и подколенную артерию, которую потом пришлось протезировать, и ровно как установить артодезную систему для того, чтобы восстановить конечность. Таким образом, даже в рамках таких резекций мы можем выполнить органно-сохраняющие операции. И это показано, и это есть в рекомендациях, поэтому не надо стремиться к ампутациям как к самоцели. Опять-таки, возвращаясь к разговору и к докладу Юрий Игоревича, то, что мы можем здесь прибегать к органно-сохраняющим операциям. И опять-таки, было фундаментальное исследование в 1982 году Розенберга, когда специалистам из Америки удалось соревновать две группы. Это было рандомизированное исследование. В первой была ли выполнена ампутация, во второй органно-сохраняющая операция, конечность-сохраняющая операция с адювантной лучевой терапией. Улучшение показателей выживаемости при этом не было доказано. То есть, как они выполнили это рандомизированное исследование, это просто загадка. Честь и махвала, и это большой был прорыв, поэтому мы прибегаем сейчас к органно-сохраняющим техникам. При, опять-таки, распространенных процессах, не забываем о перфузии локальных лечения, и локальный рецидив мы лечим точно так же, как первичную опухоль. Опять-таки, перфузия. Это высокотехнологичный метод, и он не является панацеей, и не может являться альтернативой хирургическому пособию. Это альтернатива лишь ампутации. Эта процедура проводится при местно-распространенных формах. Не буду останавливаться подробно, потому что эти процедуры должны проходить только в высокоспециализированных центрах. Но принцип такой, то, что выключается конечность из кровотока при помощи канализирования артерии и вены, и достигается концентрация химиопрепарата несовместимая с жизнью, если бы мы вводили это все внутри вены в центральный кровоток. То есть, мы используем при саркомах мягких тканей мелфолан в указанных дозировках, потом все это конечности отмывается физраствором, восстанавливается кровоток, канюли удаляются, и конечность возвращается к общему кровотоку. Это опять-таки манипуляция как альтернатива ампутации. И мы должны помнить о системной токсичности, о местной токсичности, и применяться эта процедура может только в высокоспециализированных центрах. Локальный рецидив, но о нем бы хотел остановиться более подробно, потому что это трагедия как для пациента, так и для лечащего врача. С чем связано возникновение локального рецидива, и это основная ассоциация всех хирургов с саркомами, даже те, которые не специализируются на саркомах, они с сарком рецидивируют, и точка. Что бы это ни делал. Но действительно от 8 до 90% наблюдаются рецидивы, множество исследований по всему миру пытались разобраться, с чем же связан такой высокий процент, определенные намограммы пытались изобрести даже на больших массивах таких уважаемых центрах, как Memorial Sloan Cutting Center. Но опять-таки эти намограммы не были валидированы, и поэтому применять их на практике не представляется возможным. Мы просто должны ориентироваться на то, что опухоль с определенными факторами с большей вероятностью прогрессирует, особенно при антирадикальном удалении. Алгоритмы наблюдения для того, чтобы выявить рецидив, их много, но опять-таки единого стандарта здесь нет. Когда же возникает рецидив, мы выделили определенные рамки, об этом расскажут специалисты лучевой диагностики и те методы, которые мы применяем. Опять-таки одно дело, когда нам что-то рекомендовано, что применяется фактически, совершенно другой вопрос. Как и на практике, что с применением тех рекомендаций, которые существуют. Можно сколько угодно ссылаться на проблемы в организационной составляющей, экономической комплансии, но опять-таки не будем забывать о упс-хирургии, так называемой. Этот термин вошел в словарь современной медицинской литературы английской и подразумевает то удаление опухоли, когда хирург не ожидал, что это будет саркома, он удалял какую-то липому, а в результате получил по гистологическому исследованию липосаркома, так называемую упс-хирургии, и отсюда определенные последствия. Естественно, ухудшаются показатели безрецидивной выживаемости и общей выживаемости. Но есть еще один фактор, и это, я считаю, уже не просто упс-хирургия, это намеренное вредительство. На данных снимках вы видите три недели после нейрохирургической операции с удалением опухоли, лучевого нерва. Ну, какая микрохирургическая операция? Ну, о чем идет речь? Или металлостейосинтез по поводу какого-то мнимого перелома, когда речь идет о синавиальной саркоме. Что я хочу сказать? То, что ошибок действительно очень много об этом пестрят и в нашей литературе. И за рубежом та же самая проблема. Пациенты, которые лечились не специализированным центром, я говорю сейчас только о хирургическом лечении, именно об этом этапе. Они обладают, к сожалению, худшими показателями без рецидивы общей выживаемости. И об этом говорит и скандинавская саркома группа, и наши бермингемские товарищи. Все та же самая история. Поэтому эти пациенты должны лечиться в специализированных центрах. Только мультидисциплинарный подход, который организован у нас. И все-таки 21 век помощи, и все очень просто. Опять-таки обращение в рамках телемедицины, это все сейчас доступно. Как и прямой контакт с нами, он существует. В любой случай можно обсудить. Мы сейчас на расстоянии вытянутой руки фактически. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok